Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И сегодня у нас суперинтересный видос про эфир от Бенджамина Кована, нашего любимого, в котором он расскажет нам, куда же пойдет эфир, точнее, куда может дойти эфир в этом рыночном цикле. Кто понимает английский, подпишитесь на канал Бенджамина, ссылку оставим в описании. Ну, а кто не понимает, смотрите, пожалуйста, на здоровье. Спасибо за перевод в серфе. Погнали сразу к контенту. Одна, я думаю, интересная вещь. Если вы возьмете натуральный логарифм цены, поделенный на 20-недельную скользящую среднюю, мы показывали это с биткоином не так давно, но если вы посмотрите на эту метрику, натуральный логарифм цены, поделенный на 20-й мувинг, вы получите что-то вот такое для эфира. И причина, по которой это интересно, в том, что мы знаем, что биткоин, позвольте открыть ту же метрику для биткоина, мы видим, что в каждом цикле, в целом, отдаление от 20-го мувинга склонно к уменьшению. Так что мы можем ожидать того же для эфира, что отдаление от 20-недельной скользящей средней должно со временем уменьшиться. То есть каждый пик цикла или подцикла не будет отдален настолько сильно, как предыдущие пики циклов или подциклов от 20-го мувинга. Так что мы можем использовать эту линию не как что-то, что определенно скажет нам, где может быть локальная вершина, но как указатель теоретической верхней границы. Стоит принять в расчет. Если мы посмотрим на продолжение 20-недельного мувинга, с того момента, как мы в марте начали движение над ним, мы равномерно двигались вверх. На самом деле это интересный тренд. Несмотря на движение вниз, которые были, где мы как бы перегруппировались, 20-недельное скользящее среднее для эфира все еще составляет 1075 долларов. И сейчас мы на 1871. Итак, продолжение от 20-го мувинга равномерно шло наверх, даже во время коррекции. Так что он все еще больше и больше отдаляется от 20-го мувинга, если измерить каждую коррекционную часть цены эфира в отношении его 20-недельного мувинга за последний год. Итак, держа это в уме, если бы мы пошли к вершине этого тренда, скажем, через месяц или два, куда это теоретически поместит эфир. Я не знаю, как много времени у нас займет туда добраться, и доберемся ли мы туда вообще, но давайте поспекулируем на той идее, что мы туда доберемся. Если мы отскочим, и цена эфира поднимется до этого уровня, скажем, к апрелю или маю, это будет зависеть от того, где 20-й мувинг, чтобы понять, какой может быть уровень отдаления от 20-го мувинга. Сейчас 20-недельная скользящая средняя на 1075 долларах, тем не менее, мы знаем, что она движется вверх относительно быстро, и через пару недель 20-й мувинг может быть намного выше этого. Если мы приблизимся, чтобы посмотреть, как быстро он рос, давайте посмотрим. Итак, сейчас он 1075, если мы вернемся на неделю назад, он был 1022, так что сейчас он растет примерно на 50 долларов в неделю. Итак, через три недели 20-й мувинг будет близок к примерно 1200 долларов. Если мы возьмем натуральный логарифм цены, поделенной на 1200 долларов, и сделаем его равным теоретическому движению к тренду в этой точке, он будет равен 1,12. Если мы это сделаем просто ради сомнительной ценовой спекуляции, это поместит нас в район 3600-3700 долларов. Это будет довольно серьезным движением для эфира. Возможно ли такая цена для эфира настолько рано? Я думаю, да. Я не говорю, что это определенно случится, потому что существует высокая вероятность, что это не случится. Я, наверное, забрал бы какую-то прибыль до этого уровня. Но если мы перейдем сюда и включим нашу радугу регрессии для эфира, мы можем заметить, что есть некоторая схожесть с радугой регрессии для эфира и той, которая у нас есть для биткоина. В случае с биткоином у нас есть гораздо больше истории, так что я думаю, она имеет гораздо больше смысла. Но мы можем видеть, что плюс-минус каждый пик цикла не дотягивается до предыдущей полосы регрессии предыдущего цикла. Позвольте показать, что я имею в виду. Итак, например, для биткоина первый пик цикла был в этой красной полосе, следующий в этой пурпурной, и этот упал еще на пару вниз. Итак, ни один из пиков не смог дотянуться до предыдущих полос регрессии. И я думаю, довольно высок шанс того, что сейчас будет двупиковый цикл, как тот, что был в 2013. Очевидно, что рано еще что-либо утверждать. Это будет зависеть от того, насколько высоко биткоин взлетит до весомой коррекции. Например, если мы резко взлетим на 100-200 тысяч в краткосрочной перспективе, трудно вообразить, что это будет мелкий пузырь перед большим пузырем. Но если мы скорректируемся до этого уровня, может, мы скорректируемся на 70 тысячах, 60, 80 или 90 тысячах, и потом будет весомая коррекция, может, коррекция на 50% или что-то около, тогда можно вообразить, что биткоин проходит двупиковый цикл. Но если мы возьмем этот анализ, где мы падаем в каждом из этих основных движений, и вернемся, посмотрим на эфир, мы поспекулируем, что мы не сможем добраться до сюда опять, может, даже не до сюда, но я думаю, что эти две вполне досягаемы. И чтобы вы представляли, где они сейчас, нижняя доходит почти до 3000 долларов сейчас, и это поместит нас на отметку около 5000 долларов. Так что я думаю, что оранжевый пурпурный полос регрессии для эфира вполне досягаемы в этом цикле рынка. Сможет ли он туда добраться в краткосроке, остается только гадать. Если мы посмотрим на эфир к биткоину, плюс-минус ничего не поменялось. Я все время говорю, что пока биткоин находится в режиме определения цены, достигает новых вершин или волатильность остается высокой, эфир к биткоину скорее будет падать, чем расти, и мы только что установили новый all-time high. В любой момент мы можем увидеть скачок эфира по отношению к биткоину, но волатильность биткоина должна решительно уменьшиться, по крайней мере на неделю или две. Перед тем, как мы сможем увидеть продолжительное движение эфира по отношению к биткоину обратно к верхней границе этого канала. Если мы доберемся до верха этого канала, к апрелю или маю, мы получим оценку эфира к биткоину со значением примерно 0,53. Если мы возьмем 0,53, и оценка биткоина составит, скажем, 60 тысяч, это поместит эфир на отметку около 3 тысяч долларов. Я думаю, что очевидная цель для эфира сейчас не 2 тысячи, теперь она 3 тысячи. 2 тысячи — это цифра на куспиде, которой мы сидим. Как только волатильность биткоина снизится, эфир быстро перевалит за 2 тысячи, если биткоин не капитулирует. Но мы уже преодолевали 2 тысячи, так что преодоление 2 тысяч не обязательно будет чем-то сильно важным. Я думаю, что более очевидными уровнями будут, скажем, 2 тысячи 500 и 3 тысячи долларов. И как только мы доберемся до 3 тысяч долларов, можно будет смотреть в сторону 4 и 5 тысяч, но применяется все то же самое, ваша награда за риски будет уменьшаться. Так, ну, собственно, вот мы посмотрели это видео и много для себя поняли, я надеюсь. А кто не видел вчерашний короткий ночной стрим, посмотрите тоже его обязательно. И также все другие видосы у нас на канале вот по Олесе Урастане. Замечательный видос про историю финансовых рынков Энтони Помпелиано. Говорит про биткоин на CNBC. И многие-многие другие видосы, если вы их не видели, посмотрите. Ну и не забудьте подписаться на канал, если вам нравится такой контент, поставить лайк, естественно, естественно. И написать в комментарии, что вы думаете обо всем этом. Вот, ну а у нас, наверное, на сегодня все. Не забудьте подписаться к нам в Telegram канал. Ну и если вы торгуете активно, то не забудьте также вступить в нашу команду на бирже Femex. Ссылочка в описании. Регистрация все еще идет. Вот у нас здесь уже несколько участников. Поборемся за главный приз, который уже составляет 3 BTC. Будет только расти. Так что такие вот дела, ребята. Эфир to the moon, как вы поняли. Всем профита. И увидимся в следующих видео. Пока.